В столичном ботаническом саду цветут пионы. Этим летом из-за погодных капризов бутоны распустились на 10 дней позже обычного. В коллекции около 320 сортов. Селекции из Франции, Америки, России и Украины. Яркие растения будут радовать глаз до конца месяца. Между тем, западная Украина переживает сильнейшее наводнение. На регион обрушилось до 70% месячной нормы осадков. Подтоплены более 200 населенных пунктов. Нет проезда к полусотне поселков. Повеждены 30 километров дорог и 130 мостов. В Ивано-Франковской области из-за разгула стихии погибли три человека. Еще один пропал без вести. Для устранения последствий паводков направили дополнительные силы и авиацию МВД. Мексика приходит в себя после землетрясения магнитудой 7,4 балла. Самый мощный толчок зафиксировали у южной береговой линии. В Мехико сработали сирены. Возникли сбои в подаче электроэнергии. По всей стране разрушены здания, в том числе несколько больниц. Катаклизм унес жизни пятерых человек. Завтра в Бобруйске разгуляются солнечные зайчики. Синоптики предрекают преимущественно ясную погоду. Влажность будет скакать от 90% с утра до 45 после полудня. Днем столбики термометра застынут на отметке в плюс 27. Прохлады поддаст северо-восточный ветер. Ночью город накроет облака. Опустится туман. Воздух остынет сразу на 10 градусов. Лилия Шайкова, Бобруйск, 360.